Мечтаешь о сильной команде в Ultimate Team? Покупай монеты у крабов. Надежный магазин, вкусные цены и быстрая доставка. Ссылка в описании. Всем привет дорогие подписчики и зрители канала. С вами Локи. Продолжаем карьеру за Ливерпулем. У нас матч сегодня с Вестхэмом. И мы идем пока что на шестом месте. У нас начало сезона. Мы тестируем наших футболистов. Сегодня попросился в основном составе Бентеки, чтобы мы его выпустили. Поставил я Абамиянга на правый фланг. Маркович пока на замене. И также попробовал Колкера поставить сегодня в пару к зуме. Ну что ж. Начинаем игру. Команды на поле. Очередная какая-то небольшая пелена. И наша команда начинает с центра поля. Драговский, красавчик. И побыстрее в центр. Пытался Абамиянг сыграть очень быстро. Сразу найти Бентеки в центре поля. Дальний удар. Но снова не точно. Даем убить Вестхэму. Это Мозес уже пробивал. И пока-пока не сильно, не точно. А у нас Бентеки пытается найти себя в центре атаки. Бентеки отрабатывает корпусом. Кидает в прорыв Абамиянга. Абамиянг один. Абамиянг бьет в дальний угол. Но рикошет от защитника. Ну и вот первая осмысленная атака нашей команды. И на Абамиянга. Нет, это Бентеки. Бентеки в центре. Бентеки в штрафной. И снова у него выталкивают из-под ноги мяч. Сегодня защита Вестхэма играет на 5 баллов. Каутиньо пошла подача. Не дали ему это сделать. Хендерсон. Неплохо. Неплохо, но прямо в руки вратаря. Много рикошетов. Много потерь с обеих сторон. А вот сейчас опасно. Удар издали. Прикладывался. Неплохо так. Поед к этому мячу. Отличный футболист. Хороший дриблинг. Хорошая скорость. Морена. Надо успеть протолкнуть. Здорово. Здорово. Каутиньо. Каутиньо бьет. И какой мощный удар. Били ему по ногам, но только угловой. Каутиньо молодец. Он здорово здесь приложился к мячу. Еще один выстрел. И прямо рядом со штангой проходит мяч. Милнер. Тоже у него хороший удар. Что, пенальти? Я даже не жал там ничего. Каутиньо сбили. И судья ставит 11-метровый. Отлично просто. Просто отлично. Поед. Поед у мяча и Драговские. Да, раскидал. Опять небольшая пауза. И Поед делает счет 0-1. Я, честно, не понял. Вообще, на каком эпизоде там поставлен пенальти? Сбили Каутиньо. А судья поставил 11-метровый. Ну что ж. Значит, так и должно быть. Давайте делать замены. Хорошо. Вот Фермино получает мяч. Фермино врывается в штрафную. Удар по воротам из линии. Защитник спасает. Вот это эпизод. Еще раз. И все-таки гол. Хендерсон вталкивает его. Можно сказать, вместе с защитником и вратарем. Хороший пас Абамиянга. Под ногой здесь Милнер проталкивал мяч. И Хендерсон успел, успел пробить. Ну и кажется, на этом у нас тут еще и офсайт. Ну побыстрее-то мы же с мячом оставались, судья. Можно же было не свистеть. Морена. И все. Судья даже не дал нам довести атаку. 1-1. Непонятные пенальти. Снова, снова судейся. Ну посмотрите по моментам. Вестхэм особо не создал опасности. Но, к сожалению, лишь одно очко. Пока у нас не получается прорваться. Против вот таких вот команд. Средней части турнирной таблицы. Тоттенхэм выигрывает у Эвертона. А у нас последний день трансферного окна. Да, спасибо, что дали сыграть в Бентеке. Можно и лучше играть. Серьезно, можно играть и получше. Поль Погба присоединяется к Баварии за 75 миллионов. Азар к Ювентусу. И Буатенк переходит в Челси за 60 миллионов. Нехило. Нехило, скажу я вам. Что там еще есть? Кейта в Баварию перешел. Эриксон перешел в Валенсию. Такие суммы. Тьяго перешел в Манчестер Юнайтед. Герхард перешел в Реал Мадрид за 7 миллионов. Гайтан перешел в Парисен-Жермен за 42 миллиона. Это все в последний день трансферного окна. Вот даже в последние 10 часов. Тоски перешел в Лестер. Вот это да. Так, предложение о трансфере Каутиньо в Валенсию отклонить. Нам Каутиньо еще самим нужен. Так. Про Погбу нам уже показывали. Все. Трансферное окно, друзья, закрыто. Закрыто у нас трансферное окно. Различные новости. Давайте сейчас по-быстренькому тренировку проведем. Отлично. Морена и Драговский у нас получили повышение. Так, покидаем тренировку и смотрим, кто у нас там следующий соперник. Ага, мы еще успеем одну тренировку провести. Предложение для поста. Сборная Чили. Напишите, друзья, в комментариях, хотели бы вы видеть Юргена Клопа в качестве тренера еще и сборной Чили. Так, а мы продолжаем, продолжаем, загружаем очередные сеансы тренировок. Морена, Драговский, Зума у нас прокачался. Отлично. Так, идем дальше. И у нас битва. Матч против Манчестер Юнайтед. Это будет интересно. Это будет интересно. Давайте посмотрим, кто у нас сегодня будет. Снова мы играем в гостях. Я думаю, сегодня у нас все-таки Бентеки начнет, я думаю, не с самого начала. Милнара пока тоже на замену. И сюда выпустим, я думаю, Марковича. Колкер, Зума. Ну, к защите у меня особых претензий нет по прошлому матчу. Ливень. Английский ливень на Олд Траффорд. Встречаются две команды, которые борются за титул. И две команды, которые хотят выйти в Лигу Чемпионов. Ой-ой-ой, опасно. И 1-0. 1-0. Уэйн Руни. Ничего не предвещало беды, пока мы просто разваливаемся. И снова неточный пас. Отлично. Вот сейчас, Маркович. У тебя есть скорость. Давай, давай, Лазар Маркович. Отлично. И забивать. И снова... Что это? Вот я не понимаю. Нам только так нужно вталкивать мяч в ворота. Посмотрите, что вытворял защитник Манчестера. Он просто груди останавливал мяч. Здесь ему в ляжку попал. И просто чудом, что Маркович успел подбежать и закатить этот... Мяч в дальний угол. Пас на Марковича. Снова Лазар Маркович. Пенальти. Ну здесь хотя бы чистой воды пенальти хоть здесь судья поставил. Бастян Шванштайгер. И что, желтая карточка? Да. Ну здесь откровенно он срубал Марковича. Абамиянку мяча. Разбег, удар. И... 2-1! Абамиянк выводит нашу команду вперед благодаря... Пенальти, который заработал Маркович. Ну здесь Дехея не дернулся. Я думаю, сейчас можно даже немножко... В защиту поиграть. А теперь аут в нашу пользу. Хорошо. Зума. Играет на Колкера. Клайн. Марковичу стоит набирать скорость. Маркович. Его никто не встречает. Уходит он снова от подката Шванштайгера. Маркович. Как он сегодня легко убегает от футболистов Манчестер Юнайтед. Ой-ой-ой, какой рикошет. Ой-ой-ой, какой рикошет. И повезло. Просто повезло. С левой ноги не попадает Люк Шоу. Это снова Лазер Маркович. Просит Абамиянк мяч. Аккуратная закидка на Лолана. Лолана с мячом. Надо забивать. Ориджи. 3-1. Повезло. Я боялся, что мяч мимо прошел. Ну вот, подловили. Подловили Манчестер. Здесь Лолана пробил слева. И спасает Дехея. Но Ориджи прям в аккураточку, в уголок. Закатывает этот мяч. И вот в таком вот противостоянии. Против Манчестер Юнайтед. Мы выходим вперед. И увеличиваем. Увеличиваем отрыв. По голам. Партнеров по команде. Опасно! Ух, вот это момент. Вот это момент. И Марсиаль, по-моему. Его создает. Лазар Маркович. Увидел Абамиянка. Абамиянк. И снова. Снова Дехея. Что он вытворяет? Он вот так вот на выходах. Он играет просто... Потрясающе. Еще удар будет? Нет. Не дают пробить. Будет аут. И все, друзья. Финальный свисток. Победа над Манчестер Юнайтед. В гостях. Со счетом 3-1. В первом матче ничья. Во втором матче победа. Причем, что победа с... С соперником... Хорошего уровня. Ну и классный матч. Много моментов. Обе команды действительно бились. До последнего. Но... В какой-то степени удача была на нашей стороне. Помните момент Депая. Момент Марсиали, который вышел. И создал действительно много опасностей у наших ворот. Общение с игроками. Калтуре. Да нет, дружище. Ты уже стар. Ты уже стар. Давайте посмотрим быстренько. Закидываем расчет тренировки. И, друзья, увидимся в следующей серии. Я жду от вас побольше лайков, поддержку. Не ленитесь. Оставляйте комментарии. Вступайте в группу. Подписывайтесь на канал. С вами был Локи. Всем спасибо. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.